Коллекцию цитрусовых в ботаническом саду собирают уже около 20 лет. Начинали с нескольких растений, а сегодня их разнообразие поражает. Некоторые экземпляры выбирают по форме плодов, листьев или по назначению. Коллекция не сильно большая, но в связи с ограниченными возможностями нашей оранжереи мы пытаемся выбирать самые красивые виды, самые красивые и необычные экземпляры. То есть, чтобы показать посетителям разнообразие этого вида растений. Лимоны, лаймы, апельсины, мандарины и всевозможные гибриды. К слову, сколько их среди цитрусов в мире подсчитать довольно сложно. До наших дней сохранились даже не все данные о том, как именно удалось вывести то или иное растение. До новой эры, 4000 лет назад, эта культура начала возделываться. Откуда она взялась, откуда она появилась, ну неизвестно. То есть, скажем, мы в литературных каких-то данных находим. И в наших детских сказках то же самое, как говорится, золотые яблоки бессмертия считаются, что прототипом являются апельсины. Ну, откуда они появились, это тайна. Несмотря на то, что яркие и сочные плоды выглядят одинаково аппетитно, не каждый из них съедобный. Например, некоторые содержат слишком большое количество эфирных масел, зато их цедру и листья используют в качестве специй. Приморский климат для теплолюбивых культур не подходит, поэтому все цитрусы, которые представлены на выставке, выращены исключительно в комнатных условиях. На подоконнике можно выращивать лимон мейера, можно выращивать различные кумкваты, каламандины. То есть, эти растения достаточно имеют компактный куст, но в то же время очень вкусные плоды. И эти плоды можно употреблять с кожурой. Это несет, скажем, не только декоративный эффект, но очень еще полезные плоды. Приобрести растения сразу на выставке не получится, нужно записаться в очередь. Ботаники предупреждают, цитрусовые довольно прихотливые, и при неправильном уходе можно вообще никогда не дождаться плодов. Даже если у вас не получается как-то там получить плод, или условия там немножко не позволяют, само растение развивается, то есть вы должны прекрасно осознавать, что это растение очищает вам воздух и убивает болезнетворные бактерии. Те, кто не обделен терпением, могут попробовать вырастить цитрус из косточки. Однако на это уйдет 15-20 лет. Сезон плодов обычно наступает в декабре-январе. Если не срывать их, они могут оставаться на растении еще около года, но потеряют свои вкусовые качества. Полюбоваться на цветущие плодоносящие цитрусовые, а также узнать тонкости и секреты выращивания этих растений можно до 31 марта. Анна Бережная, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.